Накануне исполнилось 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника с Земли. Советские конструкторы в те годы сделали что-то такое, что раньше казалось невероятным. Впервые миллионы людей могли наблюдать на небосводе новую звезду, созданную руками человека. Коми в этих наблюдениях сыграла свою роль. Первыми на северо-западе наши ученые по зуму страны наблюдали за искусственными спутниками Земли. О знатоках звездного неба Евгений Стокас. 4 октября 1957. Поздний вечер. Когда ракета С-7 оторвалась от Земли и отправила на орбиту планеты первый искусственный спутник ПС-1, металлический шар с четырьмя усиками-антеннами, еще никто не знал, что человечество вступает в космическую эру. Маленький спутник, сигнал которого смогли услышать радиолюбители всей планеты, взорвал мировую общественность. Отправка в космос следующих аппаратов была вопросом решенным. Второй спутник с собакой Лайкой вывели на орбиту уже 3 ноября. Когда в нашей стране под руководством Королева готовился запуск первых каких-то аппаратов в космос, для изучения самого космоса, для того, чтобы отрабатывать эти самые запускающие ракеты, была параллельно подготовка, как наблюдать за этими аппаратами в космосе, когда они будут. И в Ашхабаде в 1957 году было проведено такое очень мощное обучающее совещание, где вызваны были будущие начальники таких вот станций наблюдения за искусственными спутниками. Из КОМИ в Туркменскую СССР отправились двое – декан физико-математического факультета КГПИ Михаил Выборов и ассистент кафедры физики Павел Попов. Последний в итоге и возглавит наблюдательную станцию. КОМИ повезло – на крыше старого корпуса пединститута уже была площадка для наблюдений в учебных целях, но слежка за спутниками – это другой уровень. В связи с этим вот делом по наблюдению будущих спутников, Астросовет Академии наук СССР снабдил все такие площадки, где они организовывались, дополнительным оборудованием, там, радиостанцией, там, хронографом, такими мощными подзорными трубами, удобными для наблюдения. Вячеслав Попов как раз и был одним из смотрящих в небо. Зачем же были нужны наблюдатели? Дело в том, что реальная траектория полета спутников не совпадала с траекторией, предсказанной учеными. Земля – не идеальный шар и имеет разный рельеф. Все это влияет на гравитацию и движение объектов на орбитах. Это уже была очень такая ответственная работа. Значит, лаборант, старший лаборант этой лаборатории, утром шел на почтамт, на главную почту СССР, и получал телеграмму из Астросовета, цифрами зашифровано, там написано, например, что примерно в такое время, примерно через такие-то координаты звездного неба будет пролетать спутник. Целые группы студентов и преподавателей КГПИ ночами и ранним утром наблюдали за спутниками и фиксировали данные на аппаратуре, а затем записывали их. И при этом продолжали учиться и работать. За годы существования с 1957 по 1972 станция провела около 10 тысяч наблюдений. Вместе с данными других таких площадок в Союзе, их было больше 65, это помогло ученым сильно уточнить гравитационное поле Земли. Сегодня по околоземным орбитам летают тысячи сложных аппаратов. Этой системе положили начало первые советские спутники. А точность расчетов, по сути, безопасность полетов на орбитах обеспечили в том числе и наши северные наблюдатели за звездами. Евгений Стокас, Олег Костромин, телеканал Юрген.